приветствую вас дорогие друзья с вами как всегда надежда сергеева в этом видеоролике я хочу показать вам как настроить страничку вконтакте какие лучше пунктики оставить а какие лучше убрать ну и давайте сразу же приступим к делу вот вы создали для себя страничку вконтакте и вам нужно приступить к ее оформлению в правом верхнем углу мы видим свою фотографию и имя нажимаем сюда и выбираем раздел настройки что же мы видим первую очередь мы видим общие настройки это настройки отображения пунктов меню вот здесь вот у меня здесь по умолчанию как все было так я и оставила ничего не убирала ничего не добавляла ну хотя в принципе можно настроить каком плане да допустим убрать раздел игры убрать раздел товары мне пока здесь не нужны эти пунктики документы реклама чтобы здесь было поменьше пунктов и нам было удобнее да так скажем нажимаем сохранить как видите здесь исчезли эти пункты и здесь стало как бы немножко посвободнее так скажем да дальше смотрим настройки страницы а по желанию вы можете скрыть блок подарков можете показать только мои записи да вот если включить одну стройку на вашей стене будут выводиться только ваши сообщения а записи от других и пользователей и друзей там они будут относиться ко всем записям но рекомендация такая вам нужно будет уже в настройках приватности сделать так чтобы люди не писали на вашей стене потому что это вам абсолютно не нужно вам нужно засорять вашу стену вы будете писать свои уже какие-то посты и рекламировать только себя и свое предложение как как какое вы там хотите сделать людям да дальше вот здесь вот смотрим да автоматически значит воспроизводить видеозаписи воспроизводить гиф картинки подсказывать стикеры в полях ввода эти можно галочки оставить и вот я еще пропустила отключить комментирование записи здесь в галочку нельзя ставить потому что потом люди не смогут просто вам написать какой-то комментарий а если нет комментариев то собственно мы не видим активности наших друзей наших подписчиков здесь все остается так как у вас было при регистрации да то что вы ввели здесь все оставляем как есть единственное что можно поменять это вот адрес страницы здесь вот изначально да ссылка у вас будет вк точка ком и циферки всякие различные да айди страницы но вы можете нажать изменить и написать свое какое-то название либо имя фамилию сразу же написать так дальше смотрим настройки безопасности зайдем туда посмотрим здесь в принципе я ничего тоже не меняла единственное что я включила использовать защищенное соединение https что это значит это значит что вы все которые ваши данные будут передаваться они будут передаваться в зашифрованном виде и злоумышленники не смогут их перехватить ну так же здесь при использовании вай фай и бесплатных каких-то там еще вай фай сетей нужно тоже да вот обезопасить себя от этого дальше смотрим дальше приватность ну вот здесь вот самое интересное настройки приватности кто видит мою информацию основную на странице все пользователи кто видит фотографии на которых меня отметили все пользователи кто видит список моих сохраненных фотографий здесь вы выбираете по желанию если у вас там какие-то интересные там не нужные для других людей фотографии то вы можете сделать только я кто видит список моих групп список групп я тоже не показываю это в принципе не обязательно видеть в каких группах я так сказать нахожусь кто видит список моих аудиозаписей ну я оставила все пользователи кто видит список моих подарков здесь тоже только я кто видит местоположение моих фотографий тоже люди видят все где я находилась и откуда именно я фотографию выложил в интернет так кого видно в списке моих друзей подписок всех кто видит моих скрытых друзей ну естественно если они скрытые то только для меня они наверное нужны записи на странице кто видит чужие записи на моей странице вот здесь как раз таки я отмечаю только я кто может оставлять записи на моей странице тоже только я нам не нужно никого рекламировать нам нужно рекламировать только себя кто видит комментарии к записям все пользователи и кто может комментировать тоже все пользователи дальше связь со мной кто может писать личные сообщения конечно же все могут писать кто может вызывать меня в приложениях приложение это те же самые игры я написала никто потому что мне вообще не интересны никакие игры никакие там приложения мне просто некогда этим заниматься да и вообще я не вижу смысла тратить время свое драгоценное на какую-то ерунду так скажем кто может приглашать меня в сообщество вот здесь вот смотрите а если у вас страничка только-только создана она в принципе не имеет никакого рейтинга то есть вы еще не популярный человек у вас еще мало друзей на странице то вы можете сделать никто ну или только друзья да какие-то может группы вам будет интересно добавить но опять-таки вас будет приглашать постоянно в группы и вот здесь будет оповещение они будут отвлекать но если же у вас страничка такая вот как у меня уже там больше пяти тысяч друзей то я бы посоветовала вам оставить все пользователи почему а потому что чем в большем количестве группы находитесь тем больше людей к вам придет на страницу это такая фишка дополнительного трафика если у вас популярная страничка она отображается в группах практически в первых рядах участников этой группы поэтому можно оставить я выбираю для себя группы в которых я буду находиться и где-то соглашаюсь на добавление где-то нет ну и вот значит опять таки да кто может приглашать меня в приложение это тоже самое что и вот здесь конечно же никто о каких заявках друзья приходит оповещение от всех от всех до пользователей так дальше кому в интернете видна моя страница всем и какие обновления видят в новостях мои друзья конечно же все переходим к следующему пункту оповещения ну вот здесь вот у меня стоят все вот эти пунктики я должна знать где что происходит как что у кого там а какие может быть кто-то мне написал личное сообщение может еще кто-то там что-то написал да то есть в принципе мне все это интересно ну конечно же есть черный список здесь у меня уже приличное количество людей которые мне надоедали так скажем или слали прям вот такой вот спам и я их заблокировала дальше настройка приложений ну здесь у вас могут быть свои какие-то приложения здесь вы уже смотрите сами но желательно конечно чтобы их было как можно меньше не столько сколько у меня а какие то вот можно просто поубирать я вот даже не вижу что это да какие то просто буковки те которыми вы пользуетесь вы оставляете те которые вам не нужны вы просто удаляете какие то вот вообще даже я даже не знаю что это о чем это и зачем да так скажем в общем убираем лишние потому что когда здесь много контакт не любят они такие что подберутся ко всему ну мобильные сервисы здесь понятно вы можете себе выбрать какие то личные сообщения да можете получать или отправлять там ну это как бы я в принципе тоже в этом не разбиралась ли а если вы совсем еще новичок вам это и не нужно платежи переводы то же самое дальше давайте зайдем в раздел вот здесь в этом же пункте до сверху заходите редактировать и посмотрим здесь что у нас когда вы регистрировались у вас там попросили написать или фамилию там пол дату рождения да здесь в принципе можете также все оставить можно добавить родной город можно здесь вы где дата рождения показывает только месяц или день или не показывать дату рождения или показывать дату рождения Ну, я вот не показываю свою дату рождения, то есть не показываю свой год, но остальное, в принципе, можно. Дальше зайдем в контакты. В контактах вы также обязательно указываете, если вы ведете свой бизнес в интернете, то желательно указывать обязательно свой скайп, ну и, конечно же, свой личный сайт, если он у вас есть. Если же у вас нет этого сайта или вы хотите, например, раскрутить свой YouTube-канал, то вы ставите ссылку на этот свой канал. И, конечно же, здесь вот вы делаете интеграцию с другими сервисами. У меня лично здесь вот стоит Facebook и Instagram, вы можете посмотреть. Вот еще Twitter, да, тут можно подсоединить, но Twitter у меня не подключен. И нажимаем сохранить. Идем дальше, в интересы. Что же нам нужно в интересы добавить? В интересах, на самом деле, вы пишете как можно больше того, чем вы увлекаетесь, чем вы занимаетесь, что вас интересует. Это делается для того, чтобы потом, в дальнейшем, вот эти слова, которые здесь написаны, они кликабельные. Они являются, ну, что-то типа ключевых слов, да, по которым люди ищут людей. И когда человек, если даже где-то у себя он увел какое-то подобное слово, нажмет на него, он может наткнуться на вашу страничку. Точно так же, как и в разделе деятельность. Вы тоже пишете то, чем вы занимаетесь. Можете написать текстом, можете также написать ключевыми словами и точно так же сохранить. В принципе, сильно много заполнять страничку, ну, наверное, не надо. Но если вы хотите показать полностью, какая вы личность, да, там, если у вас есть желание заполнить свои, там, любимые фильмы, любимые телешоу, там, и так далее, и так далее, любимые книги, вы можете это сделать. Ну, я, в принципе, не вижу в этом смысла, потому что очень мало людей заходят и смотрят именно вот эти вот, да, моменты. Больше всего люди смотрят видеоролики, которые в дальнейшем вы, конечно же, будете записывать, если вы новичок. Дальше посмотрим образование. Образование также вы можете указать здесь, ну, на свое усмотрение. Можете показать, а можете не показать, но я рекомендую вам указывать. Почему? Потому что те люди, которые указывают то же самое, как контакт, им порекомендуют вас в качестве добавления в друзья. То есть, в принципе, можно воспользоваться и этой функцией. Что касается карьеры, то здесь, в разделе «Место работы» желательно указать свою группу, которую вы создадите в дальнейшем или уже создали. И, собственно, когда будет человек заходить на вашу страничку, он будет попадать еще и на вашу группу, нажав на название вашего места работы. Дальше. Ну, военная служба, жизненная позиция. Я считаю, что вот эти пунктики можно вообще даже не открывать, можно их вообще не заполнять, потому что здесь очень это все индивидуально и очень, так скажем, ну, не для бизнеса. Какие-то политические предпочтения в МЛМ мы вообще эту тему не трогаем. Мировоззрение. У каждого человека оно разное, и я не думаю, что нужно здесь указывать это. Что главное в жизни? Ну, в принципе, что главное, я могу, конечно, указать, что вот семья и дети. Главное в людях. Здесь тоже, ну, я не знаю, давайте... Доброта и честность. Пусть будет доброта и честность. Ну, а вот эти пункты я вообще даже не буду писать. Сохраняем. В общем-то, и все. Давайте зайдем на мою страничку и посмотрим, что у нас здесь есть. Вот подробная информация. Человек видит, что у меня там родной город такой-то, скайп такой-то, инстаграм такой-то, фейсбук такой-то, место работы, вот как я говорила, мой блог. Образование, жизненная позиция, личная информация, деятельность, интересы, группы. Здесь отображаются, но это для меня не отображается, для людей их не видно. Ну, и тут вот полный список. Это в таком вот количестве групп я состою. Именно для того, чтобы потом, в дальнейшем, у меня приходили вот так вот такое количество людей. Вот буквально недавно я просто всех друзей добавила, и уже у меня через некоторое время, несколько часов, наверное, прошло, 13 человек сами по себе добавились. Не проходя ротацию в топ-лидерстве, и вообще ничего практически еще пока не делая. Ну, в общем, друзья, я думаю, что вы понимаете, что нужно, конечно же, под себя это все настраивать, но основные настройки я вам показала. Показала, какие пункты нужно обязательно отметить, какие нет. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Спасибо большое за внимание. Всем спасибо. Всем пока-пока.